Братья и сёстры, скажем слава нашему Господу! Знаете, я хочу зачитать это место Священного Писания, о чём сегодня уже не раз говорилось, что этот праздник и праздник и радостный, но он и печальный с другой стороны. Я читаю от Луки, 19 глава, 41 стиха. Это ещё до того, когда ему там всё это происходило, написано, «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нём и сказал, «О, если бы и ты, хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих». Друзья, я так думаю, что если уж сам Христос заплакал, отчего Он заплакал? Люди ждали, что придёт тот, кто их накормит. Христос пришёл, накормил их, накормил, да? Мы это видим неоднократно. Люди ждали, что придёт Христос, Маши их, Мессии, да? И Он будет исцелять болезни. И то, что Христос исцелял от проказа, это как раз знамение, которое все и ожидали, что это Мессия будет совершать, что Христос именно будет тот, кто будет исцелять от проказа, потому что эта болезнь неизлечимая. Мы видим, что бесов изгонял, мы видим все чудеса, и море повелевал, и так далее. Да, всё это Христос сделал. Представляете, и всё это люди видели, но они самого главного не поняли, почему Христос заплакал. Потому что Он говорил людям, самое главное о чём? О том, что Он принёс спасение, что Царство Божие приблизилось, а люди не захотели. После этого, когда Он вошёл в храм, начал там Царство Божие устанавливать, а люди не захотели Царство Божие. Они самого главного не поняли, что пришёл тот, о котором писал закон Моисея, пророки. Пришёл тот, Он всё это делает. В принципе, что они и получили в своей жизни, что они видели своими глазами, и ели, и насытились, и знамения чудеса видели, и всё это в их жизни было. И они Его не узнали, не поняли. Для чего же Христос пришёл? Христос пришёл, во-первых, спасти людей своих от грехов их. А это уже остальное, оно идёт, да? Уже как, простите, вчера мы в репцентре на эту тему рассуждали немножко. Почему? Что для человека самое важное в жизни? Здоровье. Важно, важно. Когда там поздравляю с чем-то, желаю тебе там то и то. О, нет, самое главное здоровье, да? Остальное всё, ладно уже, но здоровье вот самое главное. Ни за какие деньги не купишь. Что важно? Деньги важно, материальное благословение. Да, конечно, важно, в этом мире нельзя прожить. Вот пришёл тот, кто их кормит. И люди на этом сакцентировали своё внимание. И самое главное это упустили. Христос пришёл решить проблему греха, и Он её решил, а люди не поняли, не узнали, да? Отвергли Его. Слава Иисусу Христу, что несмотря на это Он заплакал. Для Него тоже было печально это. Особенно для Него печально. Его народ, израильский народ, который ждал Его, не приняли Его. Пришёл к своим, не приняли Его. И Он заплакал, да? Тоже печаль наполнилась Его сердце. Слава Иисусу Христу за Его любовь. Друзья, я хотел бы зачитать сегодня тоже, говорилось об этом. Лёша говорил, что разная категория. Слава говорил, что как легко бывает. Одни и те же люди, да, сегодня кричат благословен, а через пять дней они кричат распни Его. 21 глава от Матфея, я читаю, это написано, 10-й, 11-й стихи. И когда вошёл Он в Иерусалим, весь город пришёл в движение и говорил, кто сей? Народ же говорил, сеясь Иисус, пророк из Назарета Галилейского. И 9-й стих написано, народ же предшествовавший и сопровождавший, восклицал Ассана сыну Давидова, благословен грядущий во имя Господня, Ассана Вышних. Друзья, мы видим, всё, как у Захарии в 9-й главе, 9-м стихом написано, всё так же по слову идёт, да, но даже тут можно было бы усмотреть. И дети восклицают, 8-й псалом, по-моему, 3-й стих написано, из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. Иисус этим и показывает, говорит, так неужели вы не читали? Так же ведь написано в Слове Божьем, что я веду, что Христос должен въехать на ослёнки, вот, пожалуйста, вам, всё наглядное, вот, всё так и происходит, что младенцы будут кричать, восклицать Ассана, да, всё, всё это происходит. Почему же вы не узнаёте, насколько действительно, да, это просто шокирующе такое. И смотрите, происходит, проходит совсем немного времени. Я читаю от Луки 23-я глава с 20-го по 24-й стих. Я так думаю, что много, многие люди, может быть, не многие, но какая-то часть людей, из тех, которые кричали там Ассана, благословен, понимаю, что ученики, близкие ученики, да их немного там осталось. Помните, многие ещё раньше ушли. Кто может это слушать? Какие странные слова, говорит, есть тело моё, там, пить кровь мою. И многие ушли. Осталось там с ним горско людей, да, ну, может, там ещё какие-то люди были. Естественно, женщины были, мать Иисуса, Мария Магдалина там всё это, да, я думаю, тоже они всё это видели. Конечно, они не кричали это распни, да, но многие люди, где-то, может быть, убеждённые, да, вот этими первосвященниками, которые убедили народ всё-таки, но они переменили свои мысли. Эти же люди, да, смотрите, написано с 20-го по 24-й стих, Пилат снова возвысил голос, желая отпустить Иисуса. Даже Пилат видел, да, насколько это всё нелогично, насколько это всё не по-настоящему, но они кричали распни, распни его. Он в третий раз сказал им, какое же зло сделал он, я ничего достойного смерти не нашёл в нём. Итак, наказав его, отпущу. Но они продолжали с великим криком требовать, чтобы он был распят, и превозмог крик их и первосвященников, и Пилат решил быть по прошению их. Просто ужасно, да. Те же самые люди искренне кричат. Почему кричат? Видели чудеса, насытились, были исцелены. Всё это, это же не в углу где-то происходило, да, кричат искренне. И эти же самые люди, многие из них также искренне, но кричат противоположные слова. Мало того, требуют распни его, да, вора его нам отпусти, а вот Иисуса распни. Знаете, я хочу сегодня поговорить на такую тему искренность. Я уже, ну, в этом году 22 года будет, как уверовал, не такой уж большой срок, но всё равно какой-то, да, хоть и не сильно большой. Друзья, я всегда с самого начала, вот эта тема, она меня как бы интересовала. Вот, искренность. Вот, хорошо это искренность или плохо? Я даже так тему свою назвал. Искренность. Это хорошо или плохо? Ну, вроде как мы все понимаем, что, я зачитаю это место, да, на основании, от чего я оттолкнусь. Это Псалом 17, 26-27 стихи. С милостивым ты поступаешь милостиво, с мужем искренним искренне, с чистым чисто, а с лукавым по лукавству его. Знаете, но всё равно я хочу как бы на эту тему порассуждать. Хотя, вроде, тут и рассуждать не о чем, да, но я хочу немножко, потому что меня это беспокоит постоянно. И сейчас я, ну, в процессе иду, наверное, ещё и дальше буду размышлять на эту тему. Но это, на мой взгляд, очень важно. Иоанна, 16 глава, первые три стиха я читаю, второй, третий читаю. «Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, ну, в принципе, что с Иисусом произошло, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни отца, ни меня. И там не узнали времени посещения, да. И тут почему будут люди делать такие преступления, и они будут как бы убивать людей, ну, убийство вообще это грех, это по всем, да, это в десятисловии даже есть, да, не убей. Смотрите. И люди будут это делать, и они будут думать, Христос тут обращает внимание на внутренность, да, что они будут думать, что они этим служат Богу. Это просто шокирующая информация, да. Смотрите. Я читаю такое место священного писания «Деяния». Всем нам хорошо известный персонаж библейский Саввел, ну, впоследствии ставший апостолом Павлом. Это написано 7 глава, 58 стих. «И выведя Стефана, значит, там выводят за город, стали побивать его камнями, свидетели же положили свои одежды у ног юноши имени Саввла». И я читаю 8 глава, 3 стих. «А Саввел терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин отдавал в темницу». Такой вопрос. Павел, Саввел точнее, да, ну, можно так сказать, искренне ли он это делал? Павел, я так думаю, знаете, что Саввел это делал искренне, потому что, ну, и само священное писание говорит. Но, знаете, вот спросить у тех людей, которых он там тащил в темницы, которых там побивали камнями, не знаю, там, что еще с ними там только не делали, да, спросить у них, хорошо ли Павел так вот искренне вас там в тюрьму посылает? Я думаю, они сказали, лучше бы он слукавил бы, вот пускай бы он слукавил бы, да, но зато бы нас так не мучили, и мы бы живые были, и Господу истинному поклонялись бы и служили. Но видим, да, что искренность, если она основана на заблуждении, не всегда уж такая и хорошая. Христа тоже искренне, многие там искренне кричали, что думали, ну, еретик пришел, богохульник, говорит, что я есть Бог, там, Сын Божий, ну, это вообще даже, ну, как это можно в это поверить-то, да, человек вот стоит перед нами и говорит, что он Сын Божий. И искренне, возможно, кто-то там и лукавил, да, возможно, кто-то не кричал, но основная масса, увлекшись вот этой еще волной, да, вот этот же дух тоже, да, обольщение такое действует, искренне кричали, распни его, да, то есть вообще такие вещи. Знаете, друзья, есть, ну, житейские, простые вот такие примеры, как бывает искренне, не всегда хорошо. У меня есть один, не так давно он стал моим родственником, человек, он в одном поселке живет, в небольшом, и он торгует спиртным, вот. Он искренне, он вообще хороший человек, я смотрю, он это искренне, он людям помогает, он людям помогает, ну, человек с похмелья болеет, ну, как не помочь человеку, да, ну, вот он приходит с трясущимися руками, ну, ничего страшного, что, конечно, он из похмелья болеет, потому что ты ему дал, но подлечить-то это дело же, ну, как, ну, благородно, это просто помочь человеку. Знаете, другие моменты есть, простите, такой маленький неканонический пример, сказочный. Я так думаю, отсюда пошла поговорка, что медвежью услугу оказать. Это когда медведь решил мужику помочь, и комара у него на лбу убить. Он убил комара и мужика вместе с комаром, вот, потому что, ну, рука тяжелая, да, искренне, просто хотел помочь мужчине, да, убил комара у него. Я слышал такую историю, это историки говорят, читал даже где-то в истории христианства, точно не помню, как это все происходило, но говорят, когда Яна Гуса сжигали, почему сжигали? Потому что искренне думали, что это еретик, унес какое-то непонятное учение, унес евангельское учение, вот, в принципе, схожее с нашим учением, да, евангельским. Вот, смотрите, и когда его, говорит, сжигали там, да, уже все, он привязан там уже все это, и подошла какая-то бабушка, вот, кинула там охапку хвороста в этот огонь, чтобы, ну, этого нечестивца там, да, еретика такого сжечь, чтобы. И он сказал, говорит, такие там, кто уже там, видать, вокруг сказали, видать, оттуда это пошло, хотя, возможно, это и выдумано, он сказал такие слова, святая простота. Она это сделала искренне, она это сделала в борьбе, не знаю, с обольщением с каким-то там, она бросила эту щепотку дров, потому что она так была научена, и она так боролась, не знаю, с грехом, там, да, и она вот искренне пред Богом делала это. Но от этого, я думаю, грех остается грехом, грех-то не меняется, делаем ли мы его искренне, или мы делаем его там, не знаю, как-то с лукавством, грех все равно остается грехом. Я понимаю, что Бог, он извешивает сердца, он понимал, что Петр где-то там отрекся, да, что-то там, какие-то вещи делал, он заблуждался искренне. Что тот же Саввел, да, он заблуждался искренне. Что многие-многие, мы с вами бывают, искренне заблуждаемся. Вот, и очень важно, я хочу эту тему немножко продолжить. Искренность. Хорошо это или плохо? Я читаю, написано 1 Тимофею, это уже апостол Павел, своему ученику пишет такие слова. 1 глава, 1 Тимофею, с 12 по 14 стихи. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Смотрите, Бог признал Павла верным, определив на служение. «Меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик». Кого признал верным? Хулителя, гонителя и обидчика. Но, но тут есть но, помилован потому, что так поступал по неведению в неверие. «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христа Иисуса». Друзья, мы с вами видим на основании вот этого места, да, и на основании всего, что я говорил из Священного Писания, что Павел, он это делал искренне. И Бог, который испытывает сердце, который видит, да, что же Павел там, как он поступает, честно или нечестно, да, вот как он понимает, он так поступает. И Бог увидел, что Павел, он верный. Да, он заблуждается. Он неправильно понимает, потому что неправильно принял, неправильно научен. У него сформировалось такое мнение, но в его совести, вот то, что есть, он по этой совести честно и поступает, да. И Бог увидел это, но почему? Бог-то знает причину, он говорит, здесь Павел говорит про себя, да, что поступал так, потому что по неведению и неверию, да. Поэтому Бог ему открылся, когда явился ему, и Павел говорит, кто ты? Я, говорит, Иисус, которого ты гонишь. Теперь Павел стал уже ведать, что это, да, теперь он стал уже верить. И теперь точно с такой же честностью и искренностью, но только уже Богу начал угождать. Так же самое честно, так же самое начал до конца служить Господу, точно с такой же ревностью, но только совсем на 180 градусов развернулся. Стал не гнать Церковь Божию, а стал утверждать Церковь Божию. Слава Господу! В 6 главе, по-моему, Кремленном там написано, помните, в одном месте, «Как вы предавали члену ваши в рабы нечистоте на дела беззаконные, да, своими словами говорю, так представьте, ныне представьте, тела ваши в жертву Богу на дела святые, в рабы праведности на дела праведные, да, святые». Друзья, там даже не надо, знаете, чего-то там больше делать. Вот так же, как представил ты свои члены туда, да, теперь ты так же. Не надо же, вот и так же, просто представьте, да, вот сколько людей бывают, ну, те же самые какие-то преступники. Давайте мы пьяницу возьмем, как бы у нас это известно, мы всегда это видим, да, этих людей. Представьте, вот человек, насколько он свои члены, как бы он себя не чувствовал, как бы он там, как сегодня Слава говорил, поел он там три дня, не поел, но он свои члены предоставляет в орудии этому греху, и он так ревностно служит этому. Представьте, а когда человек, бывает, приходим мы с вами к Богу, я по себе скажу, уже где-то так же, уже где-то, да ну, чего уж так совсем, что ли, фанатик, да. Там был фанатиком, там вообще никаких вопросов не было, надо 10 километров, пошел 10 километров, мороз там, не мороз, дождь, не дождь там, надо обмануть тому, все, что угодно. Ты служишь этому, ты раб этого. Но когда мы стали рабами Богу, ну, так же, вот хотя бы так же, ладно, там уже не больше, но хотя бы так же, чтобы мы искренне, но Богу служили. Вот в случае с Павлом именно так и произошло. Он был верным, да, он жил честно по совести. Бог видел, что он заблуждается искренне, и он его перенаправил. Слава нашему Господу, друзья. Бог испытывает сердце, Бог видит. И продолжаю эту мысль про искренность. Хорошо искренность это или плохо. Написано 2 Коринфянам 1 глава 12 стих и Кремлинам 9 глава 1 стих. 2 Коринфянам 1.12. «Ибо похвала наша сия есть свидетельство совести нашей, что мы в простоте и Богу угодной искренности, не по плотской мудрости, но по благодати Божией, жили в мире, особенно же у вас». Здесь есть такое понятие, да, что мы в простоте и богоугодной искренности. Богоугодная искренность – это не просто всякая искренность. Это не та искренность, которая была у Павла, которая была, не знаю, у той бабушки, которая дровишек подбросила, или у тех, которые будут из синагог изгонять и убивать людей и будут думать, что они тем служат Богу. Это не та искренность. Здесь написано, есть богоугодная искренность. Она основана на чем? Она основана на благодати Божией. Она основана не на уме плотском, а на благодати Божией. И написано Кремлинам 9 глава, 1 стих. Смотрите, Павел пишет. И истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Совесть в Духе Святом. Что такое искренность? Смотрите, написано, мы с вами обещаем Богу добрую совесть, написано к евреям. 13.18. Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно. Искренность и вообще добрая совесть, это когда мы, как понимаем, честно служим Богу. Но весь вопрос в том, что мы не всегда правильно понимаем, как Павел неправильно понимал, да? Нам необходимо, чтобы наше вот это понимание, оно было основано на благодати Божией. Чтобы наша искренность и честность, наша совесть, она в Духе Святом. И когда моя совесть, естественно, в Духе Святом, она мне правильно говорит желание, волю Бога. И я искренне поступаю так, как Богу угодно. Вот это вот, вот этого Бог от нас хочет. Вот это всегда Богу угодно. А просто искренность, я так думаю, можно так сказать, хорошо это или плохо. Искренность, это всегда лучше, чем лукавство. Вот так, наверное, правильно сказать. Но богоугодная искренность, это всегда, она богоугодна и всегда хорошо. Слава Господу. Друзья, я хочу еще немножко продолжить. Смотрите, Давид говорит в 65-м псалме, 18-м стихом. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». О чем говорится? Это говорится о том, что все, что было у Давида на сердце, там, где он согрешал, спотыкался и так далее, только когда он начинал это понимать, он сразу Богу говорил. Все, он ничего не видел, да, что бы он не исповедовал. 31-й псалом, 2-й стих, Давид говорит, «блажен человек, кому Господь не вменит греха и в чем духе нет лукавства». Все, лукавства нету. Только в совести его что-то сигнал поступает, он все сразу Богу открывает. 16-й псалом, 3-й стих, Давид там говорит, да, что «от мыслей моих не отступают уста мои». То есть этот человек, он всегда был искренний, но бывало тогда, что он сходил с этого, где-то обольстился, где-то не пободрствовал, всяко в его жизни было, да, и он искренне служил, но не всегда богоугодной искренностью. Я хочу сказать, что очень важно, очень важно нам с вами стремиться, чтобы наша искренность, она была богоугодная и основанная вот именно на благодати Божией, и чтобы наша совесть, по которой мы искренне, честно поступаем, она была в Духе Святом. И такой посыл, сейчас сделаю паузу, основная мысль, смотрите, филиппийцам, 3-я глава, 16-й стих, впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить. То есть, как вот я понимаю, то есть лукавство это никогда не выход из положения. Вот, знаете, у меня бывают такие моменты, ну и бывали в жизни, знаете, можно искренне, я так думаю, церкви разделять, и так люди делают иногда. Можно искренне людей словом ранить, и ты думаешь, ты правду матку ему в лицо, я же искренний. И этим человек апеллирует, но богоугодна ли эта искренность, вот тут весь вопрос, да, можно искренне, как уже повторюсь, да, сказочный персонаж Медведь, можно убить кого-то даже, да, искренне это сделать. Все, я же искренне, главное, лукавства нету. Я вот искренне такое там, да, и все такое, даже можно лукавить искренне. Вот, знаете, ввиду моей прошлой жизни, я не знаю, как я так мог, да, я уже как-то делился об этом, но где-то с класса четвертого я постоянно вот как бы учился этому. Дома я был один, в школе там при учителях другой, с друзьями там, да, и, естественно, потом уже, когда вошел в ту жизнь, в которую уже жил, до того, как я уверовал, до 30 лет, да, все. Я даже иногда вот настолько врал и лукавил, и настолько я вообще, я даже сам себе верил, вот прямо искренне верил, лукавил, врал, был, не знаю, обманщиком там, я не знаю даже, как я так умудрялся, даже, знаете, и даже будучи христианином, а вот эта-то она, вот это в подсознании где-то сидит, вот эта вот программа какая-то, я не могу, я не знаю, как это назвать, да, я почему на эту тему размышляю, искренность, хорошо оно или плохо. Я даже сейчас, бывает, замечаю за собой, что я где-то искренне, искренне, да, а бывает вот небогоугодной искренностью хочу Богу служить, вроде как искренне, да, я говорю там все это, а там внутри, когда вот так в совести, когда совесть Дух Святой тогда посещает, и ты когда Духом Святым исполненный, и ты понимаешь, вроде бы как искренне делал, да не то, что вроде бы, а искренне, честно, но только таких делов понаделал, да, кого-то обидел, кого-то резким словом ранил, кого-то осудил, раздражение, вообще все, что угодно бывает. И ты где-то внутри себя оправдываешься до того момента, пока входишь в Освятилище, да, и ты думаешь такой, да вроде как честно зато, да ладно там я вот так вот. Но, друзья, я еще раз повторюсь, искренность, она не всегда Богу угодна, и не всегда это бывает хорошо. Я хочу вот именно посыл сделать к чему? Святой да освящается еще. В Откровении написано, в Кеферской церкви, я читаю 4-5 стихи, 2 глава 4-5 стих, смотрите, «но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою, и так вспомни, откуда ты не спал, и покайся, и твори прежние дела, а если не так, скоро приду к тебе и сдвину светильник твой с места его, если не покаешься». Бывает, мы сбились с пути, вот был какой-то путь, да, куда Христос говорит этой церкви, этому ангелу, да, вернись, вернись туда, покайся. И когда мы свернули с пути, мы уже свернули с пути, и мы живем честно, но вот по этому пути не точно мы идем, да, то есть мы где-то, где-то грех попал, все, настройка сбита, совести, настройка сбита. Я могу честно, вот по этой совести Богу служить, добрая совесть, ну да, добрая, я все, до чего я достиг, так живу, да, но уже курс другой пошел. Что делать? Нужно вернуться, изменить курс опять, да, вспомни, откуда ты не спал, вернись туда, покайся и твори прежние дела. Вот нам нужно всегда помнить настройка нашей совести. Да, я могу честно поступать по совести, но весь вопрос, моя совесть в Духе Святом или не в Духе Святом? Если не в Духе Святом, это еще не значит, что я искренне, честно поступаю, это совесть Богу угодно, это все там я делаю правильно, это еще большой вопрос, чтобы мы всегда помнили. Если, как сегодня Слава говорил, у меня нет общения с Богом, да я давно, я сейчас даже слушал Славу, он говорил про эту пищу, да, что мы порой бывает, самого главного-то, что мы не питаемся, и естественно у нас от этого проблема, а мы ищем, в чем же там кто-то виноват или там, не знаю, обстоятельства виноваты. И я себя ловлю, слушай, я же понимаю, так вот моя проблема-то. А я когда услышал всю проповедь, до какого-то момента я думаю, что, ну это так вот говорится, ну в общем, просто как теорию слушал. А тут я раз в себя это так думаю, дай-ка, дай-ка, раз, вот моя проблема. Так мне нужно самому увидеть это, вернуться в тот момент, покаяться, и моя искренность опять, она как бы маленько по-другому, да, все, приборы мои настраиваются, разум мой правильно понимает, чувствования те, которые во Христе приходят, все, я правильно вижу, моя совесть неправильно сигнализирует, и я на благодать, благодать Божия есть, и на ней богоугодная искренность, я Богу угождаю. И тогда вот, вот тогда все в порядке. Поэтому я хотел бы такую, знаете, сделать посыл такой к молитве. Давайте мы сейчас с вами помолимся, чтобы нам с вами наблюдать за своими сердцами, потому что, ну, сердце там, совесть там, да, вот это вот, за нашим состоянием внутренности, за нашим духом наблюдать. Чтобы мы с вами наблюдали, чтобы старались, чтобы постоянно нам быть в Духе Святом, чтобы постоянно, если мы видим что-то как-то не так, мы возвращались. Если мы видим плоды в нашей жизни не таковые, почему это? Ну, потому что сеем пожинаем, нужно вернуться, нужно покаяться, нужно опять, пока Бог светильник нам не поправил. Друзья, потому что, ну, как у Павла, да, ну, шел, шел, пока не уперся, Бог поправил светильник, ну, ну, все, пошел. Но чтобы не допускать до этого, Бог хочет, чтобы мы постоянно, это молитвенное общение, Слово Божие, ну, это же светильник. Если я не буду светить внутри себя, а у меня такая проблема бывает, я вот Слава сейчас послушал и тоже увидел. Друзья, я где-то бываю, там надо идти, что-то говорить, где-то в репцентре, там, да, куда-то надо ехать, и все-все-все, где-то там вроде что-то какое-то, а что просто сесть, почитать, а что Бог скажет? Это же письмо Бога ко мне, если я этим не занимаюсь, если я не питаю свой дух, ну, какая же там будет моя совесть в Духе Святом, и какая же там будет моя искренность Богу угодно, если я по уму буду все, да? Вот так надо, все, раз-раз, отрезал, все как надо, все, мы же понимаем, как надо, но не так нужно, а вот именно, чтобы наша искренность была Богу угодно. Поэтому итог такой, что искренность, да, без освящения не всегда хорошо, это всегда лучше, чем лукавство, как у Давида это было, да, вот, но Богу угодно искренность, это та искренность, которая всегда хорошо, которая, само слово говорит, Богу угодно, и она основана на нашем честном хождении пред Богом, добрая совесть, но сердце наше в Духе Святом. Слава Господу! Будем молиться за это, проверять свои сердца и стремиться к этому.